Аллилуйя, 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 да, 6 утра в Киеве, приветствую всех братьев, сестер, приветствую всех святых, верующих разных конфессий, разных динаминаций, всех любящих Господа нашего Иисуса Христа, приветствую, кто подключился, кто подключается, слава Богу, дамы и господа, братья и сестры, доброе утро, Аллилуйя, спасибо тебе Господь за все, за это доброе утро святое, Аллилуйя, 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 из Исаии 59 глава, сегодня я взял текст, Роман пишет, шалом, мир, благодать Господа нашего Иисуса, спасителя Иисуса Христа, аминь, 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 текст для картинки, для этой трансляции, из Исаии пророка, с 59 главы, начало самый, первый стих, вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, Аллилуйя, Аллилуйя, спасибо тебе Господь, и в тексте дальше там рассказывается о разделениях, которые происходили и происходят, да, вот, значит, да, разделение между Богом и человеком, человеком и Богом, грех производит разделение, И рассказывается дальше как раз об этих страшных разделениях, но, о, спасибо тебе Господь, говорится о грядущем Искупителе, и мы знаем, что Искупитель пришел, Целитель, наш Целитель пришел, спасибо тебе Господь, спасибо тебе Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, 2000 лет назад, Иисус Христос, ты мой Спаситель, ты мой Целитель, ты мой Освободитель, слава тебе, Аллилуйя, Аллилуйя, Иисус Христос, ты мой Спаситель, вовек, Аллилуйя, Аллилуйя, и всякое разделение это между Богом и человеком, человеком и Богом, Оно убрано на кресте Голговском, и ныне всякий, кто призовет имя Господне, спасется, и ныне сейчас открыты врата, отверстие врата, Царство, Аллилуйя, двери, отверстие, это двери сам Иисус Христос, двери Царства Божьего, спасибо тебе Господь, слава тебе, слава тебе за все, Благословен Господь, благословен Бог наш, Царь Вселенной, благодарю тебя Господь за все, благоставляю великое имя Твое, Боже всемогущий, слава тебе, слава тебе и хвала Господь, слава, слава, Ибо разделение между Тобою и нами, между человечеством и Тобою, Господь, между истрадавшимся человечеством и истрадавшимся Твоим сердцем, любящим, добрым, Это разделение, оно преодолено кровью святою Агнца Твоего, Спасителя нашего Иисуса Христа, благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, благословен Утешитель наш, Аллилуйя, слава тебе, слава тебе, Господь и хвала, Аллилуйя, благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, и во веки веков, Аминь, Аллилуйя, Аллилуйя, Царю Небесный, Утешитель, Дух истины, Ты, что везде пребываешь и все собой наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши, Аллилуйя, слава тебе, слава, 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 слава тебе, Аллилуйя, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала тебе, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала тебе, Аллилуйя, 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 спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, За Твое исцеление, Твое благословение, Боже всемогущий, слава тебе, Аллилуйя, Аллилуйя, Исцеление народом, Исцеление каждой душе, каждого человека на этой земле, В Иисусе Христе, Спасителе нашем, праведнике, Аллилуйя, Помазаннике Божьим, Аллилуйя, Христе Господнем, Аллилуйя, Аллилуйя, Машех, Аллилуйя, Аллилуйя, Спасибо тебе, Господь, Аллилуйя, Аллилуйя. Кровь Христа омыла меня, Кровь Христа исцелила меня, Кровь Христа освободила меня, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, 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 спасибо за всех, кто подключается, сейчас подключился, Благословляю всех вас, братья и сестры, доброе утро, кто подключился, доброе, доброе утро, обновляется милость Господня, каждое утро к нам, к роду человеческому всему, слава тебе, Господь. Сегодня здесь в Киеве, Роман пишет, Аллилуйя, Аллилуйя. Сегодня здесь в Киеве, вот, включил трансляцию в очередной раз с утренней молитвы, вот, и хлебопреломление, причастие сегодня тоже свершаю. Вот, и место из Писания, которое хочу провозглашать вновь и вновь, на этой трансляции из Исаии, пророка, книгу пророка Исаии часто называют как Евангелием, да, тоже Евангелием в Ветхом Завете. Там настолько потрясающие описания, вот, Машиаха, настолько точное описание его страданий, которые прошли, прошли 2000 лет назад, но для Исаии это было задолго, задолго до того, как это все осуществилось. Вот, и для нас-то уже это, уже прошлое и настоящее, а для самого Исаии это было будущее, и он возвещал это будущее Духом Святым, и может, то, что было открыто Духом Святым, то он и возвещал, спасибо тебе Господь. И вот, вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, Аллилуйя, Аллилуйя. И в этой же 59 главе дальше со второго стиха рассказывается о страшных разделениях между Богом и человеком, человеком и Богом. Страшное разделение, которое действительно привело, вот, на крест Сына Божьего, привело, действительно, в исполнение, вот, прежде, там, описанных Исаией же, пророком, вот этих страшных порочеств о Сыне Божьем и Сыне Человеческом, о Махшиахе, о Христе, великом помазаннике, который взошел на крест, на Голгофу, на крест, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную, чтобы всякий, призывающий имя Святого Его, был спасен. Аллилуйя, спасибо тебе Господь, благодарю тебя Господь, благодарю тебя за кровь Христа Иисуса, кровь Агнца Божьего. Благодарю тебя Господь, слава тебе, слава тебе, слава, 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 аллилуйя. Кровь Христа исцелила меня, кровь Христа благословила меня, кровь Христа спасла меня, аллилуйя. Слава и хвала за кровь Твою, слава и хвала за жизнь Твою, Иисус Христос. Мой Господь, омыл Ты меня, Господь Иисус, исцелил Ты меня, аллилуйя. Аллилуйя. Наталья пишет здесь, да, благоставляю вас во имя Иисуса Христа, аллилуйя. Да, молитвы благословения тоже вас благоставляю. Все, кто подключился, подключается, благоставляю свою семью сегодня тоже. Надеюсь, уже подключились, тоже уже благоставляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Благоставляю свою супругу Инну Сергеевну, благоставляю детишек наших. Анастасию, Николая, Серафима, Татьяну, Сережу, Инну благоставляю всех. Вот, зятя нашего, внуков наших благоставляю, аллилуйя. Михаила благоставляю, да. Вот, Антона, Алину благоставляю во имя Иисуса Христа, аллилуйя. Я благоставляю сегодня, благоставляю, благоставляю, молюсь за вас, молюсь за вас, друзья. Молюсь за ваши семьи также, молюсь за всех, кто подключился. За друзей в социальных сетях, молюсь, благоставляю во имя Иисуса Христа. А наипаче, вот, на Фейсбук, здесь на всех этих трех страницах, здесь тысячи друзей, слушайте. Вместе с подписчиками, около 30 тысяч человек у меня здесь, значит, на трех страницах и на, плюс еще официальной этой странице. Вот это где там, в шляпе там. Вот, да, около 30 тысяч человек уже, слава Богу. Это друзья и подписчики вместе, если считать. Слава Богу. И благоставляю всех этих людей во имя Господне. Я понимаю, что очень разные люди, вот, очень разные судьбы, очень разные их конфессии, динаминации. Вот, и верующие, и по-всякому верующие, и неверующие, и всякие люди. Вот, и пусть Господь благословит сегодня всех во имя Господне. Этим Богопознанием, этим Боговедением, этим чудом. Боговедение, Богопознание, Аллинуя. И всякое это разделение, которое, как написано, да, вот разделение, вот, у Исаия же, пророка, в этой же 59 главе написано. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Вот, и это очень важно, прозвучало и звучит. И кто не любит Господа Иисуса Христа, написано Анафимом Маранафа. То есть, получается, человек, который еще не принял на эту Божью любовь, Божье спасение, он еще находится в этом болоте греха. И еще вот это разделение, тысячелетнее разделение, оно тяготеет одним. И выход есть, исход есть, выход есть, призвать имя Господне. Выход есть для всех и вся, для каждого человека на этой земле. Великий исход, призвать имя Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа. И мы провозглашаем ту же веру апостольскую, веру христианскую, провозглашаем эту веру святую сегодня. Да, этот символ веры, апостольский символ веры, не тот, что вообще пишется, как обычный символ веры, а то, во что реально верили апостолы, что они исповедовали, вот, я называю символом веры, апостольским символом веры. Вот, и он записан в книге «Деяния апостолов». И этот символ веры, они исповедовали свою веру. Символ веры, значит, знак веры, крит, это знак его веры. И они говорили, нет другого имени под небом Они говорили, нет ни в ком другом спасения Нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись Это символ веры апостольской, это исповедание веры Это знамение веры, мы провозглашаем уже два тысячелетия, друзья И сегодня в наш век, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной Эта вера нами провозглашается, как никогда раньше Слава Богу за интернет, слава Богу за эту уникальную возможность Слово Божье нести сегодня Для неверующих это всемирная паутина, конечно, в которой запутываются души Но и без этой паутины, как говорится, души так запутаны Но с помощью интернета грешники просто еще больше могут грешить Нечестивые еще делают нечестие Но праведный творит правду еще И святой освящается еще Благодаря интернету сегодня невероятно Это пророчество, книга откровений, оно исполняется на наших глазах И действительно святой он освящается еще Просто с невероятным увеличением, в прогрессии просто И праведный творит правду еще И век интернета, спасибо Господь, ты дал нам интернет, дал нам возможность Боже уникальнейшую сегодня благовествовать Благовествование Христово по всему лицу земли Миллионы и миллионы душ сегодня слышат Слово Божье одновременно Участвуют в собраниях, в служениях И которые уже сейчас идут Сейчас, допустим, где-то уже идут В Японии, где-то там, не знаю, в Дальнем Востоке Там, Китае, там, где-то И, значит, в Филиппине Там, не знаю, в Австралии Уже собрания уже вовсю уже Где-то только начинаются, допустим Вот у нас, допустим, утренняя молитва Сегодня вот сейчас в Киеве, допустим 6 часов, там, сколько там у нас 15 минут, там, 14 минут Вот, значит, да, значит Ну, 15 минут, так, грубо говоря, значит Уже седьмого Вот, и утро еще У нас утро, у нас только светает еще Где-то еще ночь еще И в странах восходящего солнца И в странах заходящего солнца Кто-то и ночью не спит Кто-то днем спит И все по-разному Подключаясь к интернету Люди участвуют в разных служениях Я сам, бывает, включаю, допустим, служения Которые уже прошли уже там Уже много лет, уже назад Уже, вот, но записи есть в сети Допустим, там, проповеди Смотрю, пожалуйста Смотрел на днях Старые записи, там, Алексея Ледяева Мюзиклы старые Смотрю, включаю Слава Богу Я как будто бы участвую снова В этих служениях В этих собраниях Слава Богу Вот, и Разные конфессии Баптисты, харизматы Пиесятники, адвентисты Значит, методисты Там, иеговисты Там, кого только нету вообще В сети есть записи Очень разных, там, свидетельств Разных собраний Разных молитв Разных, вот И на любой вкус и цвет вообще Вот, и На самом деле Выкладывают люди Ну, все фактически Там, и нужно, и не нужно И хорошее, и не очень хорошее Разное Но, все во благо Послужит любящим Господа И призванным по его Изволению Все содействует К благу Вот Добрым людям На здоровье Слава Богу Пусть Господь Благословит сегодня Всех нас Вот Благословляя всех Кто сейчас в сети Я имею ввиду Не только подключился Сейчас к этой трансляции Вообще Здесь во всемирной паутине Как говорят Да, у неверующих Но для нас верующих Это не всемирная паутина Для нас это Всемирная сеть Евангелия Для нас это сеть Евангельская Это не паутина В которой там Значит Кто-то плетет И кто-то запутывает За не Для нас это сеть Которой мы достаем Души людские Миллионы и миллионы душ Сегодня через интернет Достаются Для Царства Божьего Аллилуйя Во всех странах Даже в тех странах Где Наипачи как раз В тех странах Где запрещено Благовествование Открытое Легальное Публичное Вот И есть страны Где даже И смертная казнь За проповедь Евангелия Но Слава Богу Дьявол опозорен Через интернет Потому что Благодаря интернету Даже в тех странах Где казалось бы Тирания И запрет Евангельской проповеди Звучит Хвала Господу Звучит Евангельское слово Звучит Проповедь Слова Божьего И это Действительно Знамение Этого времени Последнего времени Благостовенного Великого времени Божьего Аллилуйя Ведь написано Что Перед его пришествием Исполнятся Многие Пророчества И страшные И прекрасные Вот Ну О страшных Пророчествах Более или менее На слуху Это и войны И глады И моры Что мы видим Исполнявшимся И исполняющимися Вот Но Прекрасные Пророчества Перед его пришествием Исполнявшиеся И исполняющиеся Это проповедано Будет Евангелие Царство Во всем народам Во свидетельство Тогда придет Конец Слава Богу Аллилуйя Ой Вам подтверждаю Это уже другая тема Суеверие Да Друзья Вот так вот И Благодарю Бога Всемогущего За Эту возможность Сегодня И на этой Утренней молитве Выходить в эфир В трансляцию Слава Богу Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Господь Всемогущий У меня здесь Проскомедия Подготовка У меня здесь Вот сок Привезенный Из Кривого Рога У меня здесь Хлеб Тоже еще Криворожский Еще Вот И Совершаю Евхаристию Хлебопреломления Причастия Сегодня Сейчас Вот Благодарю Бога Всемогущего За Действительно Вот Чудо Его Жизни Его спасения Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Милостивый Государь Спасибо тебе Царь царей Господь Господствующий Спасибо 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 Аллилуйя Благодарю тебя Господь Благодарю Благодарю Аллилуйя Иисус Сказал Я хлеб Есмь хлеб Жизни Приходящий Ко мне Не будет Алкать И верующий В меня Не будет Жаждать Никогда Аллилуйя Иисус Хлеб Жизни Аллилуйя Света Пишет Дети Шалом Драгоценные Аллилуйя Шалом Дети Дети Любви Чада Любви Аллилуйя Аллилуйя Да Кстати Вот Записка С Кривого Рога Передали Конвертик С благословением Кто-то Передал И тоже Подписано Чаду Любви На Наличные Нужды Святой Дух Так здорово Интересно Да Действительно Мы Чада Любви Чада Божественной Любви Аллилуйя Ибо так Он Возлюбил Мир Что Отдал Сына Своего Единородного Аллилуйя Роман Слава Богу Аминь И аминь Да Из Евангелия От Иоанна 6 главы 35 стих Да Вот я прочитал Что он Говорит Сам Иисус Говорит Я хлеб Жизни Приходящий Ко мне Не будет Не будет Толкать То есть Голодать Голодать И верующий В меня Не будет Жаждать Никогда Аллилуйя Света Диченко Пишет Слава Богу Я Спокойно Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе Господь Слава Тебе Господь Слава Богу Всемогущему Вот Так что Друзья Братья Сестры Благословляю Всех Вас Вот И стараемся Мы О пище Пребывающей В жизнь Вечную Которую Дает нам Сын Человеческий Ибо на нем Положил печать Свою Бог Отец Аллилуйя 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 И Когда Спросили Вот Дальше В двадцатом Стихе Написано Что делать Чтобы творить Дела Божьи Иисус Сказал им Ответ Вот Дело Божье Вот Дело Божье Какое Чтобы вы Веровали В того Кого Он Послал Вот Это Дело Божье Сегодня Дело Великое Дело Божье Веровать В того Кого Он Послал Аллилуйя Спасибо Тебе Господь Я Есим Хлеб Жизни Господь Ты Сказал Это Божье И Действительно Две Ты Ты Являешься Нашим Хлебом Жизни Приходящий К Тебе Господь Ты Сказал Не Будет Никогда Голодать Аллилуйя 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 Жизнь И обзор На мир Да Здесь Сердечки Такие Красивые Такие Колоритные Написаны Вами Слава Богу Да Бог Есть Любовь Аллилуйя Аллилуйя Отец И Сын И Дух Святой Аллилуйя Он Есть Хлеб Жизни Иисус Приходящий К Нему Не Будет Никогда Голодать И вот Два Тысячелетия Подтверждения Слов Иисуса Аллилуйя Все эти Две Тысячи лет Каждый Человек Кто Приходит К Нему Он Не Голодает Он Питаемый Богом Аллилуйя Татьяна Пишет Слава Иисус Привет Из Казахстана Благословения Всем Аллилуйя Привет Всем Святым Святым В Казахстане Приветствую Всех Вас Давно Уже Не бывал Там Но Памятно Очень Служение Мне И В Астане И в Караганде В Караганде Усерова И В Алма-Ате В церкви Агапа И в Новой Жизни Бывал там не раз Проповедовал Слово Божье В прошлые годы И Часто Так Добрым словом Вспоминаю Эу Ижай Вспоминаю Казахстан Слава Богу Слава Господу Пусть Бог Благословит Вас Вот Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Господь Вот А Сергей Серов Там В этом Значит В Караганде Рассказывал мне Вот Как раз Что Его Отец Был служителем Евангелия Проповедником Евангелия Ну Таким Подпольной Такого Такого собрания Подпольной церкви И дедушка его Его дедушка Оказался В Казахстане Ну Не по своей воле Конечно Вот Значит А был Тогда Выслан Сослан Был Вот Значит И чудом Выжил Вообще Вот И Там Значит Их Гнали Откуда Потому что Гнали Ну Поездом Их Откуда Издалека Везли Значит И Не давали Пить Есть Значит И люди Помирали Вот А он Был уже Верующий Вот Он Просто Ну Просто К Богу Вопил Вот Бог Сохранил Его Жизнь Вот И Хотя В каждом Вагоне Когда Привезли В Казахстан Их Туда Везли Не останавливая Там Или Останавливаясь Но Не давали Ни пищи Ни воды И Поэтому В каждом Вагоне Очень много Людей Помирало И В каждом Вагоне Когда Привезли Их Уже В Казахстан Прямо В степи Остановили Их Где-то Вот Ну Это Территориально Где-то Там Астана Караганда Где-то Там Вот Значит И Вот Прямо В степи И Значит И С каждого Вагона Вытаскивали Много Очень Тел Вот И Люди В ужасе Были А потом Когда Дедушка Рассказывал Что Поняли Что Мертвым Стали Завидовать Когда Дальше Началось Экзекуции Или Как Назвать Это Пытки Издевательства Над Ним А Там Всякие Были Люди Там Были Некоторые Верующие И Вот Его Дедушка Серова Он Был Верующий И Он Молился Всю Дорогу Как Он Выжил Уже Было Обезвоживание Когда Даже В вагоне Люди Помирали От Обезвоживания Их Держали В вагонах И Они Помирали И Не Было Пить Ничего Абсолютно И Он Просто На Языках Молился И Язык Его Становился Как Б Влажным Ну Сверх Естественно Не Слюной Его А там Уже Слюны Не Было Уже А Сверх Естественно Промачивался Язык Вот А потом Когда Уже Их Гнали По Степи Казахской То По дороге Многие Уже Настолько Ослабли Еле Ноги Перебирали Огнали Там Их С двух Сторон Конвоиры С собаками Этими Страшными Людоедами Собаками Которых Кормили Человечиной Заключенными Вот Значит И Когда Кто-то Уже Настолько Ослабевал Что Уже Просто Падал То Его Стравливали С собаками И Прям На глазах У людей Обезумевших Вот Это тело Просто Разрывали На куски Собаки Страшно Было Зрелище И люди Как бы Еще стимул Получали Еще дальше Идти Вот Но Некоторые Офицеры Там НКВД Там Разные Были Конвои Как бы И некоторые Были Более Гуманные Достреляли В такого Человека Достреливали Вот А в основном Издевались Были Такие Вот Именно Которые Просто Стравливали И Сами Смеялись Там Эти Солдаты Офицеры МКВД Смеялись Для них Это было Как бы Развлечение Такое Вот Но Были Более Гуманные Которые Просто Стреляли Таких Людей И Люди Шли Дальше Вот И Дедушка Серого Рассказывал Он шел А он молодой еще был Ну И молился на языках Это еще 30-е годы были Еще по-моему Легкие там Да Да Конце 30-е годов еще Вот И он шел значит Молился на языках Значит И понимал что все Сил его нет уже Сверх естественно шел А потом Упал Все И он понял Что сейчас его либо Разорвут собаками Вот Мелькнуло в голове Да Либо сейчас перестрелят Если более гуманный офицер Но как бы уже Настолько уже Как бы уже Вот Сил не было Что он просто уже Лежал и просто Молился на языках И представляете Было еще чудо То есть во-первых Его Бог спас Значит там Во время Путешествия Значит В поезде Да Сколько там дней Значит И без воды Без еды Ладно еще А без воды Знаете ли там Вот значит Вот И А потом Сохранял уже Прям там Уже в степи В этой Значит И он молил Просто лежал И молился на языках Уже думал Сейчас это А как раз Он крещён был Духом Святым Как раз Вот перед тем Перед арестом Как раз Там их арестовали Целые сёла Высылали Вот значит Да Света пишет Девченко Это мощное свидетельство О применении языков Да Вот молитва на языках Погружение в дух святой Это очень сильно Очень мощно Много очень свидетельств Но одно из самых потрясающих Я слышал как раз Вот именно от Серова Сергея Вот значит Да Он Сергей Я уже Слушайте Был там только раз У него в Караганде Сергей Серов Да Его дедушка Его отец Его дедушка Вот И второй раз Бог его сохранил Каким образом То офицер подошел То есть там какой-то НКВД И он Во-первых Его собаками не стравили Во-вторых Даже не стал стрелять в него Представляете То есть Ну это чудо просто Для него было Вот Его просто он спихнул Куда-то там Овраг Не овраг Ну какой-то там Орык Ну что-то Короче Какая-то была Ямка такая Туда спихнул Ногой Пнул Значит И всё И пошли дальше они И всё И он значит Ну Умирал В степи Ну Думают Ну слава богу Хоть там Ни собаки разорвали Не пристрелили У него есть Ну последние минуты Вот Жизни Он может Спокойно помолиться Богу Вот Поблагодарить его за всё Вот Значит Прославить Бога И он просто славил Бога И потом Ну потерял сознание Вот Не помнил ничего уже А пришел в себя Уже у казахов Слава богу За казахский народ Казахский народ Такой очень милосердный Такой Значит Добрый такой народ Вот Они очень такие Ну Отходчивые очень И такие добрые люди Сами по себе Я вот столько раз Встречал Казахов Общался с ними Вот Очень интересный народ Такой И значит И вот эти казахи Они ходили И значит Ну следом За вот НКВД За вот этими Колоннами Страдальцев Этих Мучеников Они шли И Ну Время было вообще Такое Вот Бедное Они просто С трупов Что могли Снять Снимали Там Какие-то там Тряпки Значит Какие-то Какую-то одежку Хотя и одежки Там мало было Какой Но Хоть что-то Какую-то тряпку Снимали Вот Значит И Умерших Там Или останки Их там Какие Разорванные собаками Просто их Ну хоронили По-людски Знаете ли Ну как бы Оказывали Казахи Оказывали последнюю Милость такую Оказывали Как бы этим людям Вот Значит Их телам Значит И И представьте Потом выяснилось Что Что Вот этого Дедушку Его Значит Его Они подобрали Пытались Раздеть Значит Думали Ну Труп А в нем Признаки жизни Да Значит И его Забрали С собой Его Значит Там Сколько дней Там Отогревали Его Значит Как-то Отпаивали Чем-то Вот Значит И Он пришел В себя Пришел В себя И вот Первый Там Месяц Он Просто Жил Там У них Там В этой Ну В их Жилище Короче Таком Казахском Вот И Кстати Его дедушка Стал У Серова Стал Первым Или Одним Из первых Ну Ну По крайней мере Мне в Германии Потом Наши Немцы Казахские Немцы Казадойчи Казадойчи Казахские Немцы Мне рассказывали В Касселе И где-то еще Во Франкфурте По-моему На майне Тоже У Юра Брюнера Да У Юра Брюнера В церкви Тоже наши немцы Рассказывали Вот с Казахстана Советские немцы Рассказывали Что Вот Значит Вот Именно У Серова Дедушка Да Его Он был первым Они говорили Именно Песятническим Пресвитером Ну Нелегальные Конечно Церкви В то время О легальной церкви Можно было бы Только мечтать Как бы Значит Они Не имели Такой благодати Вот Которую сейчас Мы имеем Да Насчет Возможности Такой Свободной Церкви Вот Значит Они собирались Подпольно Вот И молились Там Бог хрестил Духом Святым Эти группы Небольшие Собирались У казахов Собирались Вот Там где НКВД Меньше Шерстило Их Как бы Вот А потом Собирались В поселках Рабочих Поселках Вот Значит И Да Вот такая История Спасибо Что напомнили Вот Татьяна Да Саяпина Спасибо За привет От Казахстана Вот Вы напомнили Мне Очень сильное Свидетельство Такое Да Вот на утренней молитве Вспомнить сегодня Это очень мощно Я испытывал Нечто подобное Вот Значит Когда Сверхъестественно На молитве Этой Бог дает И прохладу На язык Тоже Значит Сверхъестественно Когда нечего пить Вот Значит Бог дает Эту прохладу Кстати Я свидетельствовал Тоже Значит В эти дни В Кривом Роге Свидетельствовал О чудесах Божьих Когда в карцере Бог сохранял Полтора месяца Вот Значит Безвылазно Полтора месяца В карцере Без еды Без воды Значит Там Без сна На холоде При нулевой температуре Фактически Выжить Но невозможно Без Бога Это было невозможно Но Господь Сохранял Душу Вот И Знаете Я сегодня Этим утром Хочу славу Богу Все воздать И действительно Подтвердить Правдивость слов Иисуса Христа Слава Всевышнему Зана Обмежену Мылисть И любовь Его Добуде Благословенное Имя Господне Аминь Аминь 27 стих Здесь написано 6 главы Иоанна Перефраз Перефразирую Я таким образом Стараемся Братья и сестры Сегодня мы И я стараюсь Сегодня Не о пище Пребывающий Пребывающий В жизнь Вечную Которую Дает Нам Сын Человеческий Который Дал нам Сын Человеческий Аллилуйя Ибо на нем Положил Печать Свою Бог Отец Аллилуйя Спасибо тебе Господь Благодарю тебя Господь Благодарю тебя Господь Благоставляю Имя твое Аллилуйя 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 Погружаюсь В тебя Господь Боже Погружаюсь В тебя А ты Погружаешься В меня Господь Боже Смятой Славлю тебя Слава 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 Аллилуйя 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 Ты хлеб Жизни Господь Боже Ты хлеб Живой Господь Спасибо 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 Господь Спасибо 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 за причастие, Боже, я живу Тобой, Господь, я принадлежу Тебе, мой возлюбленный, а Ты, Господь, принадлежишь мне, Господь, я Тебе, а Ты мне, Господь, я на веке Твой, Ты на веке мой. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Братья и сестры, возьмите хлебушек. Сегодня многие люди просто бросают хлеб, не ценят, но каждый кусок хлеба – это жизнь, это жизнь. Спасибо Тебе, Господь, каждый глоток. Будем благодарны Богу за все, будем благодарны Богу за хлеб из земли, которую Бог произрастил для нас. Спасибо Тебе. Благодарим Бога за хлеб, сошедший с небес, хлеб жизни. Иисус Христос, Ты – хлеб жизни. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Хлеб жизни. Спасибо, спасибо. Ты – хлеб жизни, Господь, спасибо. Спасибо. Ты – пища нетленная. Боже, я благодарю Тебя, Господь, что в этом таинстве тленное и нетленное соединяются, Господь. Тленный хлеб, временный хлеб, да, хлеб из земли, которую Ты произрастил, Господь, и хлеб с небес, сошедший с небес. Боже, это Ты, Господь, спасибо Тебе, спасибо. И потому, принимая этот хлеб сегодня в причастии в Евхаристии, я говорю – тело Иисуса Христа. Аминь. И принимая, поднимая чашу, и принимая плод виноградной лозы, и говорю – кровь Иисуса Христа. Аминь. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Налейте себе тоже сок, воды, вот, или же возьмите хлеба. Вот, самое главное – рассуждайте сейчас о теле и крови Христа. О теле и крови Христа. И там же у Серова дедушка, значит, ему рассказывал, что причастие они совершали тоже не было, ни винограда, ничего там у них там, просто воды тоже. Брали просто воды, брали хлеб, вот, молились, вот, и, вот, и преломляли, молились и причащались. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Причастие – это не качество вина или хлеба, это качество нашей веры, нашего рассуждения о теле и крови Господа нашего, Спасителя нашего. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Надеюсь, мои тоже подключились уже. Инна, если подключились, то тоже возьмите себе хлеба, вот, соку возьмите, вот, или просто воды, вот, и... Обычно хлеб и вода, вот, то, что я использую для причастия, да, и принимайте сейчас причастие тоже. Принимайте сейчас причастие, рассуждайте о теле и крови Христа. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. За жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, благодарю. О, Дух Святой, Ты всегда со мной, за все я благодарю, я Тебя, Господь, люблю. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за Воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисусу. Благодарю, О, Дух Святой, за все я благодарю, я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю, и за все благодарю, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, слава Тебе, тело Иисуса Христа, аминь. Кровь Иисуса Христа, аминь. Рассуждаем о теле крови Христа. Рассуждаем. Я спасен кровью Иисуса Христа, жертвой Машеха, жертвой Сына Божьего Христа. Я исцелен кровью святой, омыт от греха. Нет разделения между мной и Богом. Иисус Христос, мой Господь, спаситель, целитель, освободитель. Кровью Иисуса Христа, жертвой святой, я благоставлен всеми благоставениями небес. Слава Тебе, Господь, тело Иисуса Христа, аминь. Кровь Иисуса Христа, аминь, аминь, аминь. Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аминь, аминь. Аминь, пища не треная, аминь, аминь. Пища, пребывающая в жизнь вечную. Аминь. Аминь. Который дает нам, Сын Человеческий. Аминь. 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 Пища нетленная, пища, пребывающая в жизнь вечную, который дал нам Сын Человеческий. Ибо на Нем положил печать Свою Бог Отец. Аллилуйя. Ты хлеб жизни, Господь. Приходящий к Тебе не голодает. Спасибо. Мы не голодаем. Спасибо. Мы не жаждем. Все. Спасибо, Господь. Я не жажду. Спасибо, Господь. Я не голодаю. Ты моя пища, Ты мое питье. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо, Господь. Я не голоден вовек. Я не жажду вовек. Спасибо, Господь. Спасибо, я не голоден вовек. Ты моя пища, Ты мое питье. Слава, слава, слава Господу. Аминь, Роман пишет. Аминь, 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 да. Аминь. За жизнь. За жизнь мира Ты отдал свою жизнь. Смерть Твою, Господь, возвещаем. В радости хвалим Тебя. Ты умер за нас. Кровь Твоя святая была пролита на Голгофском кресте, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но умел жизнь вечную. Благодарю Тебя за жизнь вечную. Благодарю Тебя за спасение. Исцеление, благословение через кровь святую Твою. Аминь. 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 Спасибо, Господь. Спасибо, спасибо. Спасибо. Благодарю Тебя, Отец, Бог мой, Егова, Творец неба и земли. Благодарю Тебя, Иисус Христос, спаситель мой, Господь мой, царь мой, брат мой, друг мой, утешитель, дух святой. Спасибо, Бог великий, благодарю Тебя, Господь, благодарю, о Дух святой, Ты всегда со мной. За все я благодарю, за все я благодарю, я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю и за все благодарю. Аллилуйя. Аллилуйя. Братья, сестры, аллилуйя. Славьте, Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. И стесноты возвал я Господу, и Он услышал. И спас меня. Аллилуйя. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Славлю Господа, ибо Ты благ, ибо вовек милость Твоя. Славлю Господа, ибо мой Бог благ, ибо вовек милость Твоя. Аллилуйя. Аллилуйя. Славлю Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Твоя. Славлю Господа. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благодарю Тебя, Бог всемогущий. Благодарю Тебя. Благоставляю всех вас, братья и сестры, дорогие друзья. Благоставляю во имя Иисуса Христа. Благоставляю ваших родных и ближних. Благоставляю ваши семьи. Аллилуйя. Ваше служение сегодня благоставляю во имя Господне. Аллилуйя. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Служите Господу сегодня. Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, совершайте чудеса, знамения именем сладчайшего нашего Господа Иисуса Христа, да прославится имя Божье. Аллилуйя. На наших рабочих местах, в трудовых коллективах, на улице и в домах, везде, везде, где бы ни были. Господь с нами. Аллилуйя. И самый важный Господь среди нас и Господь в нас верующих. Аллилуйя. Аллилуйя. Благословляю всех вас из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, Божьей милостью и благодатью и радостью, архиепископ Сергей Журавлёв. Аллилуйя. С миром Божьим. Славьте Господа, ибо Бог благ.